Портфели со школьными принадлежностями В объективе грациозной создания состоялась фотовыставка «Карачаевская порода лошадей» в творчестве фотохудожника Ольги Бабенко. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Ченкёзов. Спикер парламента Карачаева-Черкесия Александр Иванов вновь принял участие в акции «Собери ребенка в школу». В общественной приемной «Единой России» портфели с канцелярскими и прочими школьными принадлежностями получили многодетные мамы, в семьях которых по несколько школьников, и которые обратились на сайт партии с просьбой помочь. В Карачаево-Черкесии на данный момент помощь получили более 110 школьников. Акцию поддержали депутаты фракции «Единая Россия» во главе со спикером парламента республики Александром Ивановым. 30 августа исполняется 15 лет со дня открытия общественной приемной «Единой России» в нашей республике. На протяжении этих лет были решены вопросы и оказана помощь тысячам жителей Карачаева-Черкесии. «Сегодня помогаем собрать в школу деток из многодетных семей», отметил спикер Александр Иванов. Он поблагодарил родителей за сохранение семейных традиций, заложенных в основе нашего государства, пожелал детям хорошо учиться, радовать мам и пап своими успехами и вырасти достойными гражданами нашей великой России. Сегодня Карачаево-Черкесию посетил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он принял участие в ежегодном августовском совещании педагогических работников Карачаева-Черкесии. Подробнее Артур Мхце. Руководитель Федерального надзорного ведомства Анзор Музаев днём ранее принимал участие в совещании работников образования Кабардино-Балкарии. В рамках визита по регионам Северного Кавказа следующей стала Карачаево-Черкесия. Около Центра для одарённых детей «Спутник» в Черкесии развернулась настоящая образовательная экспозиция. Вузы, колледжи и лицеи Карачаева-Черкесии демонстрировали в своих шатрах плоды обучения воспитанников, сладости, предметы труда, творческие работы. Выставку приурочили к началу ежегодного августовского совещания педагогов, в котором также принимают участие представители органов власти, профильных региональных и муниципальных ведомств и комиссий. На этот раз мероприятие посетил и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. После приветственного видеообращения главы Минпросвещения Сергея Кравцова, Анзор Музаев рассказал о ряде экспериментов и решений, которые должны облегчить труд педагогов. В частности, речь идёт о сокращении для учителей количества бумажной работы. Так, многие школьные наставники в дополнение к введению дневника в электронном виде по старинке продолжают заполнять и бумажную его версию. Кроме того, пока велико количество документов, которые в образовательных учреждениях собирают, так сказать, на все случаи жизни. А ведь многое можно решить на уровне региона, не вешая всё на педагогов. Также глава федерального ведомства обратил внимание на важность постоянного контакта с родителями учащихся и на создание оптимальных условий для образовательной деятельности. Да, зарплата, конечно же, это, наверное, самый важный стимул в нашем нелёгком труде. Но какая бы высокая зарплата ни была, как бы нелегко было с родителями, Если рабочее место учителя с протекающим потолком, с отсутствием интернета, оборудования, с окнами, из которых дует и сквозит желание работать, ко всем прочим проблемам вообще испаряется. Также в ходе выступлений было обращено внимание на современные вызовы в образовательной среде и пути их решения. В частности, большое внимание должно быть уделено изучению истории. Так, уже 1 сентября в школы поступят новые учебники для 11-х классов с актуальной информацией. Во время мероприятия состоялось и чествование учителей за многолетний труд. В числе отмеченных директор 7-го городского лицея Учжигуты Зухрачемаева, посвятившая педагогической деятельности более 35 лет. Надеюсь, еще успею принести что-то новое, что-то полезное внести в свою работу. Естественно, эта награда не только моя личная. Я разделяю свою награду со своим коллективом, со своей командой. Августовское совещание почти всегда служит этаким вектором для дальнейшей деятельности педагогов республики. В этом году система образования прошла подготовку к новому учебному процессу. Учителя также продолжат уделять большое внимание не только образовательной работе, но и патриотическому воспитанию подопечных, да и оснащение теперь куда лучше прежнего. В этом году мы сдаем 18 школ. Хочу отметить, что по поручению главы мы их сдаем досрочно. 1 сентября 18 школ у нас сдаются, 5 школ у нас остаются до конца текущего года. Из них 4 школы откроются в ноябре уже и в декабре откроется крайняя школа. Очень важно отметить, что в прошлом году мы отремонтировали 18 школ. И 5 школ у нас переходящих было из года в год. В общем количестве у нас 42 школы, которые не просто прошли капитальный ремонт, а получили новое оборудование, получили новые книжные пособия и получили новую мебель. И самое главное – это блоки питания. Я всегда с удовольствием посещаю Карачаево-Черкесию, город Черкесск. Оцениваю, как всегда, по высшему баллу. Здесь педагоги, учителя, именно в год педагога и наставника всегда радовали нас на федеральном уровне из года в год теми результатами, которые они показывают. Примечательно, что в день посещения руководителя федеральной службы на базе центра «Спутник» был открыт IT-куб, в котором школьников ближе познакомятся с сферой высоких технологий и тем, где могут быть применены полученные ими знания. Артур Мухцем, Мухаммед Тошибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Уникальная площадка для того, чтобы получить полезные знания и насладиться атмосферой горной местности. Высокогорный молодежный форум «Махар-2023» собрал около 200 участников из разных регионов России. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Немрезов поздравил молодежь с началом работы Всероссийского форума. У каждого есть возможность развить навыки в социальном проектировании, в сфере молодежного и студенческого туризма. О работе форума расскажет Алихан Лепшоков. Более 200 активистов студенчества и молодежных организаций России принимают участие во Всероссийском высокогорном молодежном форуме «Махар-2023». Для участников организована насыщенная программа и также будет проходить конкурс грантов от Росмолодежи. Этот проект позволит развить навыки в социальном проектировании, в сфере молодежного и студенческого туризма, а также в творчестве и креативных индустриях. Первообразовательная программа начала работу со встречи с исполняющим обязанности ректора Качагу имени Умара Алиева Талсултана Узденова. Он рассказал участникам о становлении форума «Махар» и о дальнейших планах развития площадки. Также на форум приехал министр по делам молодежи Карачаева Черкесии Ибрагим Татаркулов. Молодые люди задавали интересующие их вопросы по сотрудничеству и грантовой поддержке государства молодежных инициатив. Следует отметить, что форум «Махар» является показательным с точки зрения и роста, и эффективности реализации государственной молодежной политики на территории субъекта при поддержке главы Карачаева Черкесии Рашида Бориспевича. Следует обратить внимание на то, что форум за три года проделал путь от регионального, окружного до всероссийского форума, на котором уже второй год подряд организуется и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и грантовая поддержка участников. В свою очередь исполняющий обязанности ректора Кычагов Талсул Тануздинов подчеркнул, что с каждым годом форум «Махар» преображается и выразил надежду, что формат площадки станет более масштабным. В рамках форума планируется проведение защиты молодежных проектов, претендующих на гранты. Самая главная философия «Махара», то, что было заложено еще тогда, когда мы основывали это движение, оно сохраняется, это высокие горы, высокая нравственность. Мы хотели этим форумом, поднимая значимость форума, географию, статус форума, а сегодня уже благодаря поддержке главы Карачаева Черкесской республики Рашида Бориспевича, Темрезова, предъятие на участие, наше Министерство молодежной политики, сегодня стал форумом всероссийский. Форум «Махара» открывает нам возможность реализовать свои креативные идеи и познакомиться с представителями других регионов России, но и насладиться вашими живописнейшими местами отмечают участники из Севастополя. Знаете, впечатление самое яркое. Вот эта природа, вот эти горы, это все как-то наполняет энергией и хочется создавать, творить. Мы надеемся, что обменяемся здесь опытом, сами сможем быть полезными этому месту и надеемся очень продуктивно провести время. Тут именно пропитано все этим духом гор, людей, которые здесь проживают. Именно вот эта атмосфера, что-то особенное, и присутствует то, что нет у других. Помимо образовательной программы, на самом высокогорном форуме страны для всех участников проводятся различные развлекательные мероприятия. Так в первый день своими музыкальными номерами порадовали всех собравшихся юные участники проекта «Музыка улиц». Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Махар. Купальный сезон, несмотря на то, что уже подкрадывается осень, все еще продолжается. Особенно любят воду дети и подростки. Но, как правило, не всегда они умеют вести себя в водоемах при возникновении опасной ситуации. Как не попасть в беду? Разъяснительный курс с детьми провели представители поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева, Черкесии, учебно-методического центра ГОЧС и МВД. Мадина Каракетова побывала на уроке безопасности. Водоемы, несомненно, остаются любимым местом для развлечения ребятней. Многие с нетерпением ждут летних каникул, именно для того, чтобы вдоволь накупаться и позагорать. Но периодически такие детские развлечения заканчиваются весьма плачевно. Отравились, получили солнечный удар или вовсе утонули. Целью сегодняшнего мероприятия было рассказать детям, как правильно организовать свой отдых, так как идут летние каникулы, дети посещают водоемы. Мы пытались донести до детей, как правильно выбрать место для купания, как правильно организовать отдых на купании, на пляже, на водоеме, что надо взять при этом, как правильно выбрать место. Увы, не все знают, как это правильно сделать. Идут туда, где хотят, и по итогу получаем мы плачевный результат. Эту акцию поисково-спасательный отряд добровольцев провел совместно с учебно-методическим центром ГОЧС и МВД. Детей не случайно пригласили на пруд в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», чтобы показать наглядно, как должно быть оборудовано специальное место для купания. Раздевалки, пандусы для спуска в воду и выхода из нее, оборудованы для солнечных ванн-пляж. Сотрудники МЧС и Национального центра помощи детям подробно рассказали участникам урока безопасности правила безопасного отдыха на водоеме. И особое внимание уделили оказанию помощи при возникновении чрезвычайной ситуации. Школьник из Черкеска Давид поделился с собравшимися случаем из своей практики. Купаемся мы с Софой на речке. Софка один раз меня обманула, потому что она тонет, но я ее спас несколько раз. А тут ее начало течение унести. Сам я думал, ну... Не решился, да? Да. И позвал папу. Папа пошел ее в спас. Ваша помощь – это громкий крик... Человек тонет. Да, человек тонет. Громкий крик привлечь внимание взрослых. Ну скажи, ты сегодня что-нибудь новое узнала для себя? Да. А что именно? Ну расскажи нам, поделись. То, что нельзя заплывать за шары, которые ездят в воде, потому что это опасно для детей. А еще что новое ты узнала? То, что нельзя плавать без больших. Я узнала, что нельзя далеко уплывать от взрослых. А еще я узнала, что нужно одевать головной убор, и что если человек тонет, нельзя туда сам плыть, только взрослых позвать папу и маму. Представитель МВД отметила, что совместные мероприятия ПСОТ, учебно-методического центра ГОЧС и МВД стали традицией и имеют важное значение при профилактической работе. Именно такая форма профилактики подростками воспринимается лучше. Ведь безопасность в летние каникулы, когда дети зачастую принадлежат сами себе, должна беспокоить каждого взрослого. Именно для МВД, как для системы профилактики, очень важна заинтересованность общественных волонтерских организаций и добровольцев. В завершении волонтеры отделения Национального центра помощи детям Покорачивая Черкесии представители учебно-методического центра ГОЧС и МВД подарили наборы нарукавников всем, кто принимал участие на уроке в безопасности и тем, кто отдыхал у водоема с пожеланиями безопасного плавания, а также памятки, как уберечься от кибермошенников. Мадина Каракетова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Грациозные создания в объективе фотокамеры. В Кисловодске на территории Национального парка в Нарзанной галерее начала свою работу тематическая фотовыставка «Карачаевская порода лошадей» в творчестве фотохудожника Ольги Бабенко. Талантливый Ставропольский автор в этом году выставила работы из книги Шарафутина Узденова, посвященной карачаевской породе лошадей. О фотовыставке подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Она так невероятно тонко в художественной гармонии раскрывает красоту и силу и стойкость замечательной старинной карачаевской породы лошадей. С самого детства Ольга Бабенко влюблена в эти великолепные создания. Впервые она увлеклась конной фотографией в подростковом возрасте и с этого времени она старается очень ярко передать жизни этих животных и в частности карачаевской породы лошадей. Куратор фотовыставки, ученый-зоотехник Шарафуддин Узденов подчеркнул, что на этот раз в выставке были использованы работы из его книги, вышедшей в этом году. Большие картины из фотографий из моей же книги, из них мы сделали портреты большие и они гуляют, ездят, мы возим их, показываем людям. А здесь же проходят люди со всех регионов Российской Федерации и иностранные гости, они уносят информацию, что есть такая великая порода, которая под названием карачаевская лошадь, и есть такой замечательный народ, который создал эту лошадь. Восторг и восхищение карачаевскими лошадьми невозможно передать словами, отмечают посетители выставки. Фотокартина, которую представляет Ольга на центральной Нарзанной галереи Кисловодска имеет огромное значение для популяризации карачаевской породы лошадей. Конечно, лошадь карачаевская, она уже нашла свое достойное место в плеяди российских аборигенных пород лошадей. Сотрудники Национального парка Кисловодска подчеркивают, что подобные фотовыставки раскрывают богатую историю культуры народов Северного Кавказа и отмечают, что отрадно всегда проводить такие мероприятия для посетителей. Выставки пользуются большим интересом наших посетителей, и мы очень рады, что важным направлением в этой выставочной деятельности стала природа в зеркале культуры. И как раз вот в этом направлении мы представляем выставку и о карачаевской породе лошадей, и первая выставка, которая в этом направлении в целом была тематическом, это была выставка Кииза. Как раз вот декоративно-прикладное искусство Карачаева-Черкесии она открыла такое замечательное направление природа в зеркале культуры. Каждый желающий может поистить прекрасную фотовыставку Ольги Бабенко, которая продлится до конца августа. Аль-Халеб Шоков, Медина Джан Кезова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск. 25 августа с 10 до 13 часов в общественное приемное председателя партии «Единая Россия» пройдет прием граждан старшим инспектором Центра занятости населения по Черкесску. Приглашаем всех, кто находится в поисках работы. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу Черкесск, проспект Ленина, 154 или по номеру телефона 20 12 12. Далее смотрите специальный репортаж Фатимы Дауровой, которая с инициативной группой Зеленчукского отделения КПРФ и их единомышленников совершили восхождение к местам боевой славы, на этот раз на перевал Пхия. А я прощаюсь с вами, хорошего вам настроения и всего доброго.